ну вот ребята уже и осень тайга стоит задумчивости вся золотая это самое лучшее время жизни человека наверное так можно сказать я очередной раз выбрался на недельку свои родные места вот только приехал у нас обещает неделю без всяких ветров и всяких катаклизмов вот и две сети уже поставил разгрузил лодку и она маленькой мне проще а сынок приедет пятницу после работы думаю лапка опять работает не знаю по соболе наверно она уже всех соболей на работе пересажала и облаяла и обматерил их всяко все никак не может дождаться положенного срока медведь ушел зимовье целое сейчас все проверил почистил печку от золы вот так вот дровишек я накидал сейчас еще сетежку одну поставлю и завтра на сбор брусники очень много просит брусники у нас рядом соседи есть и старенькие вот мы всегда угощаем вот сейчас чайку попью чайничек тут у меня листопад лишь бы начался если листопад пройдет то брусники можно забыть все покрывает и очень сложно совком не собирать вот лапка свитер из разрывается соболь не успеет уйти она него находит еще дальше лает прибежит воды попьет полакает возвращается тот уже с лес убегает она его все равно находит по чернотропу русско-европейские лайки это самое что ни на есть лучшие работящие ласковые но правда свои к себе подобного не очень злобно только на поводке она дерет и кобелей но тем более сучек гроза всего дома вот так людям и детям очень ласково хоть что с ней делать и за хозяином вот правда приучили вот все эти проверять она не хочет даже оставаться лезет в лодку 1 вот вот приехал значит такая красота душа отдыхает скорость обещает уже числа с 10 до 10 даже уже снег но это долгосрочный прогноз до 10 октября имеют поэтому вот немножко на приманку приехал отхода все будем уже не выбрасывать а собирать потом немножко на это сидела протухнет соболь издалека очень чует хорошо ну ладно пока заканчиваем сейчас чай попью с дороги и поеду ставить сеть вот ребята и утро следующего дня погода балует опять стоит бабе лето можно так сказать по времени года гладь сейчас сделай с рыбой и бруснику собирать хотелось бы вам просто показать как здесь ходил глухарь вот посмотрите какой он был тяжелый и вот видите топал хозяин тут до меня шла эти какие следы старые видимо о такие следы гулял по вот это вчерашний день сбора брусники чуть-чуть не хватило до 20 литров я уже ее прокатал вот на этом столике очень удобно ножки облокотил ножки выставил и катай себе сегодня ночью на другом берегу ревел видимо сахаты собака разрывалась всю ночь но я один раз услышал смельком все это ночью происходило может это был и мишка не знаю невнятно как-то это было а теперь посмотрим не так для про формы стоят пару сетёшек сейчас покажу вам сегодняшний улов вот такие у нас рыбину попадается вот эта большая это пелец не икры наверно грамм 200 больше наверно пелец сеги ну а остальное вот щука щука сорога сольная рыба это так для приманки внутренности вот так вот да хотел бы выразить выразить признательность нашим подписчикам михалычу красноярскому байрату давлетшину вадиму федотову амба 45 ой на память час не могу вспомнить но спасибо ребята за отдельные советы лисипень спасибо за отдельные советы учтем все ваши пожелания спасибо за интересные тоже видосы будем дружить и будем общаться привет подписчикам заехали на наше родное зимовье недалеко от поселка тут вот на следующий год будем делать крышу у него потому что уже сгнило надо все менять вот ну и проведали что рыба чем далеко здесь вот осенью в октябре приедем рыбачить уже наверно снег будет вот с этой стороны зимушку строили на совесть как говорится вот был раньше погреб тут для рыбы вот вот так у нас уже осень глубокая все осыпается береза уже обдула лиственница тоже осыпается здорово в общем осень но погода хорошая в общем вот самоуправство костер перенесен вот оттуда всегда он там был всю жизнь вот а теперь покажу отдельное место вот вам пожалуйста бухать все любим а вывозить за собой бутылки не любим поэтому все чернышевские кто смотрит это видео предупреждаем сразу застанем здесь за самоуправством будем разговаривать не словами но и мирнинский тоже заодно но поэтому все кто смотрит имейте ввиду есть здесь хозяева и нечего здесь командовать если мы здесь не появляемся все лето это не значит что зимовье бесхозное